Всем привет, народ! Это Константинов и игровые итоги 2019 года. Специальный выпуск шкафа Константинова. И на самом деле теперь это действительно шкаф. Но давайте начнем с фигурок, потому что в Японии их столько, что очень сложно удержаться от покупки. Во-первых, это хуманизация игровых консолей, соответственно, Sega Mega Drive и Sega Saturn. Sega Saturn я купил себе новую с двумя пистолетами, хотя посохи в комплекте у него тоже есть. Ну а Sega Mega Drive меня удивила. Я не ожидал, что она окажется блондинистым нердом с книжкой-подмышкой. Вот уж серьезно. Sega это Mega Drive. Теперь у меня полный набор фигурок из серии War Racing. Соответственно, Asuka, Ray и Mari McKinney Last Race. Вполне себе классная серия. Ну и плюс косплееры часто эксплуатируют эти образы. На заднем плане у меня с гитарой это Cheryl Noem из Macros Delta. Это Risa Kujikawa из Persona 4, Dancing All Night. Школьница с мечом. Это Kisara Tenda из Black Bullet. А вот это вот Airito Toki в рождественском пикантном наряде. Я выиграл в Сеговском Уфо Кетчере за три хода всего. Ну, это Япония. Крисмас, все дела. Плавно переходим к полке с играми для PlayStation 2. И здесь у меня, ну, само собой разумеется, кто давно следит за группой, кто давно меня знает. Я большой фанат Metal Gear Solid. Я был просто обязан себе купить Subsistence о трех дисках и Metal Gear Solid 2 Substance. Японская версия, кстати, довольно классная. И причем и там, и там озвучка английская. Хотя сама игра остается на японском. Здесь у меня Guilty Gear. Естественно, включая легендарные 2X. В свое время, на компе, когда эта игра в России вышла, очень многие подсели на японские файтинги. Ну, и в целом, да, причина вполне себе неплохая. Начать знакомство с японскими файтингами именно с этой игры. Потому что для своих времен действительно была классная игрушка. Дальше у меня King of Fighters 11 и Maximum Impact Regulation A. Не все любят трехмерный King of Fighters. Особенно 14 тоже не всем нашел. Но Regulation A для своих лет был неплох. Тем более, по сути дела, 14. Чем-то на него, кстати говоря, похож. Здесь у меня Capcom vs SNK 2. Это один из моих самых любимых файтингов всех времен. Я очень его люблю из-за саундтрека Сатоши Исы. Хотя говорят, он сильно на любителя. Но лично мне нравится. Дальше Tekken 4, Tekken 5, Tekken Tag Tournament, Virtua Fighter 4. Обычный не Evolution. Evolution я хочу себе купить, но пока что-то мне не везет с ним. God Hand. Причем God Hand в Японии выходил вот в таком классном виде. В комплекте идут два диска. Один диск с игрой и второй с саундтреком. Очень классный файтинг. Пардон, не файтинг, а битэмап. Выпущенный студией Clover. Одна из последних игр с инжимиками в Capcom. Пока он оттуда не свалил. В Platinum Games. Дальше Resident Evil Code Veronica. Анимуша 3, который с Жаном Рено. Интересная для своего времени была игра. И порт на ПК был дико кривой. Настрадался я с ним тогда. Ace Combat 4, Ace Combat 5, Evangelion 2. Кстати, говорят, что одна из лучших игр по Evangelion. Ну, не знаю. Пока не играл, сравнить не с чем. Посмотрим. Дальше идет Shinobi. Devil May Cry 3 Special Edition. Именно Special Edition, потому что трешка была довольно сложно играбельна. Из-за несбалансированности. Ну, да. Special Edition. Еще один кривой порт из 2000 на ПК. Если кто помнит. Front Mission 5. Front Mission 4. Shutoko Battery Zero One. Который Tokyo Extreme Racer 3. Кстати, довольно прикольная аркадная гоночка. Одна из самых лучших. Разумеется, Grand Tourism 4. Grand Tourism 3 Aspect. Tourist Trophy. Enthusia. От Konami, которая пыталась что-то противостоять Grand Tourism. Но не шибко-то и получилось. Initial D. Ну, здесь все понятно. Kaido Battle. Gun Grave. Gun Grave я люблю. В первую очередь из-за музыки Цунао и Махори. А во-вторых, из-за арта Ясухира Найта. Который сделал мангу Триган. И плюс в 2000-х меня дико перло по аниме-сериалу по этой игре. Который, на мой взгляд, имеет лучший сюжет, чем, собственно, сама игра. Кстати говоря, у Gun Grave еще и было продолжение Gun Grave OD. Который Gun Grave Overdose. И, надо сказать, эта игра была уже немного не то. Хотя вот сейчас вроде какие-то корейские ребята анонсировали Gun Grave Gore. Посмотрим. Я бы с удовольствием поиграл в продолжение Gun Grave. И, естественно, Castlevania, которая, да, она еще сделана игрой, но уже, по-моему, немного не то, потому что трехмерная. Плавно перемещаемся на следующий ярус. Тут у меня специальное издание Sakura Tyson. В которое, помимо игры, входят стикеры. Еще мышка для Sega Saturn и коврик. Кстати, мышкой в Sakura Tyson действительно очень удобно играть. Этой мышке уже дохрена я больше лет, и она до сих пор работает. Я поражен. Дальше тут у меня Ronde от Atlus. Пошаговый RPG, кстати, довольно спорная. Nights into Dreams, естественно. The House of the Dead. Куда же мы без него? Также тут у меня Dynamite DECA. Причем тут Брюс Виллис, которая на Западе как Die Hard Arcade. Но, ну да, ребята перестраховались и на Западе выпустили все-таки игру по мотивам Крепкого Орешка. Кстати, классный фильм, надо пересмотреть. Рождество же. Last Bronx. Однозначно моя любимая игра на Sega Saturn. Здесь у меня Dead or Alive. Это самая первая часть, самый первый домашний порт для Sega Saturn. Вполне себе, кстати, неплохой. Чем-то похож на порт для PlayStation, но, на мой взгляд, он немного получше. По-моему, там даже графен повеселее. Но это на мой вкус. Ну и, естественно, Virtua Fighter 2. Самый некогда продаваемый. Fighting, ну и одна из самых продаваемых игр на Saturn вообще. Следующая стопочка у меня с играми для разных систем, но в основном тут PlayStation 1. Здесь две игры для Dreamcast, D2 и Grandia 2 Special Package. Кстати, давно хотел себе в коллекцию, его только после переезда в Японию купил. Police Announce для 3DO, то есть теперь у меня в России остались Police Announce для Sega Saturn, Police Announce для PlayStation, теперь есть для 3DO. Осталось купить себе версию для NEC PC 98. Я над этим, кстати, работаю. Будет полный набор. Metal Gear Solid Integral, Tekken 3, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9, Dance Dance Revolution, Shin Super Robot Tyson, The Silver Case, который я безумно, кстати, люблю. Шикарная игрушка от Гэй Чисуды. Такая вот интересная адвентюра. Детективная, вполне себе. И у нее абсолютно мозговыносящий сюжет. Но он мне таким казался, когда я еще играл в нее в России. Правда, не в эту конкретную игру, не в оригинал, а в ремастеринг. В Японии я прошел оригинал и, блин, я очень многое понял и осознал. Когда живешь в Японии, постоянно общаешься с японцами и врубаешься в то, как они живут, многие вещи и сюжеты игры внезапно обретают смысл. Да. Ну, здесь у меня, естественно, Gran Turismo 1 и Gran Turismo 2. Эти игры в свое время, да, послужили причиной многих бессонных ночей. Здесь у меня миниатюрный аркадный автомат. В него встроена игра Heavy Barrel. И он, по сути дела, является таким маленьким эмулятором этой игры с приставки Nintendo. У нас эта игрушка тоже в свое время на Dendy часто встречалась. Ее же хакнули и превратили в чипа DL3. Будьте вы проклятые китайцы. Конечно, понятно, что практическая ценность этой фиговины маленькая, но как сувенир. И на полке смотрится просто обалденно. Именно я за этого и купил. Ну, и, кстати, в нее поиграть иногда бывает прикольно. Ну, здесь у меня маленькая моделька Nissan Skyline KPCG10. Он же Хакоско, 1971 год. Это самый первый Nissan Skyline GTR. У меня, кстати говоря, есть фотографии на странице с шоу ретрокаров. Этот сувенир оттуда. Посмотрите, если кому интересно. Мы перемещаемся на следующий ярус. Тут у меня Дэдпул из гачапонов. Здесь у меня игры для PlayStation Vita. В танцевалке Persona. Dancing Moon Knight и Dancing Star Knight. Это, получается, пятая и... Пардоните, третья и пятая часть, соответственно. Супер Робот Тайсон, Undertale, опять Супер Робот Тайсон, Катерин Full Body. Ух, Дэдпул упал. Ну, ничего, потом поднимем. Надо сказать, довольно дорогая фигня. До сих пор 7 тысяч иен стоит. Берсерк Мусо, Killzone, Root Letter, Mortal Kombat, Metal Gear Solid. Ну, естественно. Virtual Last Reward, Super Robot Wars X, который Super Robot Тайсон. И, надо признать, да, это азиатская версия, она на английском. Довольно дорогая фигня. Естественно, здесь у меня Zero Escape. Ну, и начались игры для Switch'а. Это у нас Saikyo Shooting Collection. Подборка Bullet Heal'ов от Saikyo. Кстати, вполне себе классные игры были для своего времени. Супер Робот Тайсон обязательно. Хедлайнер Novi News. Это Индюшатина, который я недавно купил. Самурай Спирец, который новый, Самурай Шо Даун. Ninja Warriors Once Again, который, чтобы с британским шоу The Ninja Warriors не зацепиться копирайтами, выпустили как The Ninja Saviors Return of the Warriors. Но, на самом деле, довольно офигительный ремастинг шикарного экшн-платформера от Natsume. Крайне рекомендую в коллекцию купить, если кто не приобрел. Тут у меня Bayonetta 2. Astral Chain, в который сейчас играю. Figma Giver 3, которая мне стоила довольно дорого, порядка 10 тысяч йен. Ибо дорогая она и редкая, как хрен пойми что. Но в детстве я дико фанател от аниме сериала Giver, и поэтому, увидев ее в магазине, устоять уже не смог. Сбылась мечта идиота спустя 30 лет. Бывает и такое. Здесь, само собой, у меня Shinmo 3. Японская версия. Но ничего страшного. В английском она тоже может. А я ленивый мозг себе ломать не люблю. Извините. Tekken Hybrid для PlayStation 3. Я ее взял исключительно из-за того, что там есть HD-версия Tekken Tag Tournament. А тут у меня артбук для Blast Blue CrossTack Battle Special Edition, который выдавали при покупке с игрой. Тут он спокойненько стоит. Ну и плюс, опять же, здесь же у меня саундтрек для Bloodstained. Ritual of the Night, который тоже выдавали вместе с игрой. У японцев довольно распространено при выпуске игры вот такие вот плюшки при покупке давать. Переходим на следующий ярус. Тут игры для Switch'а и Amiibo. Кен, Симон Бельмон, которого все называют Саймон. Европеец же! Какой же это Саймон, елки? Симон! Снейк из Metal Gear. По логотипу видно, что это все для смыши, но очевидно. Это у нас не Amiibo, это фигурка Линка, которую я купил в Суперкартошке за 600 йен в свое время. Ну и давайте посмотрим, что есть на Switch'а. Здесь, соответственно, у меня Capcom Belt Action Collection, который Capcom Beat'em Up Bundle на Западе. Sega Genesis Classics, это американский картридж. SNK Fortis Anniversary Collection, это тоже американский картридж с подборкой классических игр от SNK. Кстати, действительно классная вещь, на самом деле. Fighting Blade Strangers, вполне себе неплохой, в Японии даже на аркадах вышел. Blast Blue Cross Tag Battle Special Edition, это, кстати, новая версия, в которой персонажи добавили контента. Короче, игру выпустили в том виде, в котором она должна была быть на старте. Guilty Gear, Хронофантазма, нет, вру. Central Fiction Special Edition, тоже полная версия на Switch'а. Guilty Gear, SNK Heroines, Street Fighter, Service Universal Collection, кстати, классная подборка, очень люблю в неё играть. Ultra Street Fighter, Super Mario, а, Super Smash Bros. Ultimate. Ну и дальше пошло-поехал, World's with you. Valkyrie Хроникус 4, пожалуй, в эту игру и наиграл на Switch'е больше всего, порядка 70 часов. Ну и дальше прочая фигня, Super Mario Odyssey, Super Mario Deluxe, Doom, анимуша, кстати, в Японии она выходила на картриджах. Вполне себе, кстати, классная. И английский там есть, мозг ломать не надо. Поэтому, если в интернете увидите, можете покупать. Dark Souls, Octopod Travelers, Anoblade Chronicles, Final Fantasy X и X-2. Японская версия содержит на картридже обе игры, а вот западную в X-2 надо докачивать из интернета. Сэкономили, ребята. В Японии такой трюк не проканал. Здесь две игры про Gunvolt, Code of Princess, Wild Guns Reloaded тоже. Ещё один ремастер шикарный, игрушки от Natsume. Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. В Японии игрушка, кстати, версия для Switch'а вышла без цензуры. Парадокс. Штейнсгейт Элит. Здесь у нас Ведьмачок. В Японии он вышел вот в таком вот виде. С английским языком. Всё в порядке. Выпускала его компания Spike Chansoft. И, соответственно, Sonic Mania Plus. Вот такой вот классной коробочкой. Ну, а тут у меня всякая фиговина. Вроде вот таких вот премиальных машинок от Tomiki. Вот эту вот оригами я получил от детей из школы английского языка, с которыми удалось мило побеседовать на станции Ногоя. Классный, кстати, подарок. Ну, тут, конечно, говоря о модельках от Tomiki, но это вот такая вот фиговина. Стоимостью порядка 700 йен. Кстати, неплохое качество. Здесь у меня Nissan Farley DZ. Я их с детства люблю. Всегда, блин, когда была возможность, просил знакомых привозить как сувениров. А вот тут купил себе что-то вот такой вот небольшой набор. Ну, мечта детства сбылась. Стоят три гонплахи. Два полнокомплектных картриджа Super Famicom. Super Robot Tyson, Gaiden, Masukishin, The Lord of Elemental. Не спрашивайте, как я это запомнил. И Majin Tensei. А также тут у меня Rival Turf. Sorry. Да, Rival Turf это английское название этой игры. Японская Russian Beat. Ну, в принципе, классный, кстати, Beat'em Up. И японская версия, как всегда, лучше, потому что сюжет не вырезали и никакой цензуры нет. Супер Марио Коллекшн, который на Западе вышел как Супер Марио Старс. Это 16-битные ремейки классических игр 8-битных про Марио. Очень, кстати, классная подборка. Ну, и тут, соответственно, картридж для Famicom. Rockman 5, Sky Destroyer. Игра, в которой ты играешь за пилота японского самолета Zero. Тут у меня стоит Sony PlayStation 2 Satin Silver. Я ее пока упаковал, но в ближайшее время скоро достану. Зимние каникулы-то в Японии начинаются. Ну, и так, в порядке ознакомления. Тут у меня беспощадная японская телевидение вещает. Здесь у меня Sega Mega Drive Mini. Такая вот милая маленькая консоль, в которой, кстати, довольно много играю. Классная вещь, на самом деле. Кто бы там чего не говорил, что, типа, что-то у кого-то подлагивает. Не очень-то уж это и ощущается. Ну, и плюс по сравнению с нинтендовскими и, прости господи, с соннивскими мини-консолями у Sega просто шикарная подборка игр. Да и сам аппарат сделан классно. Смотрите, даже створки работают. Конечно, за ними ничего нет, но внимание к деталям. Офигительно. Это Sega Saturn. Здоровенная фигня. Ох! Немножко пожелтел со временем, но аппарат достойный. Обожаю, блин, Sega Saturn. С 97-го года ее люблю. Здесь у меня джойстик. Понятное дело. PlayStation Vita. Я в нее, кстати, играю в поезде иногда. Тоже флагманская моя консоль. Nintendo Switch. Здесь она у меня в кейсе лежит. В общем, вот такие вот игровые итоги, как вы видите, повернуты в прошлое. Спасибо всем, кто досмотрел эту фигню до конца. Большое спасибо всем, кто следил за группой в этом году. Спасибо всем тем, кто к нам присоединился. И сейчас в Японии начинаются зимние каникулы. И я постараюсь, чтобы в следующем году и на этих зимних каникулах покататься еще по интересным местам. Наделать кучу фотографий. Может быть, поснимать какие-то видео. И, естественно, поделиться ими с вами в группе. Еще раз всем большое спасибо. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. И скоро увидимся. С вами был Константинов. До новых встреч, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok